Наш созвучный спутч. Все, друзья, все готовы? Три, две, одна, поехали! И первая карта! Метаун! Игры Point Blank! Поддержим команды, друзья! Алекса и Астана Драгонс! Замечательно! Очень хорошие у нас болельщики, но ладно, все-таки посмотрим, что там творится на карте. Ну, смотри, у нас ребята достаточно агрессивно начали играть. Как можем заметить, да? Да не агрессивно они начали играть и на респе стоят. Ну, можно сказать на респе, но я имею в виду именно защиту миротворцев. А, именно защиту? Ну да, смотри. Потому что они уже заняли достаточно много пространства и просто не дают, поэтому... Да, к винге вплотную уже, смотрите. Я вот сейчас извиняюсь, я немножко... Я забыл, что нам нельзя палить инфу. Ну, вообще, игроки говорили, что вот там особо не слышно на сцене всего, что мы говорим. И говорили, чтобы мы нормально комментили, но нет, нет. Все-таки нельзя этого делать, потому что, ну, мало ли, знаешь, где-то кто-то что-то услышит. В самый ключевой момент, где подходящийся, первые переслелки уже пошли. Пристреляется, но тот летает. Аташса, опен фраг есть! И, ну, в общем-то, теперь уже, смотрите, Астана Драгонс опять в большинстве. Я знаю, что сейчас больше болельщиков собралась команда АОЭКЗ, но, в принципе, это и логично, потому что все-таки команда является чемпионом мира, но у Астаны Драгонс есть очень-очень серьезные шансы на победу сейчас. Я просто в этом не сомневаюсь. Ну, смотри, опять же, как распределились, как звено вот это вот защиты, да, то есть... Левая? Какое звено защиты? Ну, смотри, у нас и там, и сям. Нет, и там, и сям, да в том-то и дело, что, понимаешь, по всей карте они просто произошлись. Смотри, Тушкан просто не дает. Не дает ребятам даже никуда пройти. Так же, как и Энг, заняли очень классно позиции. Сейчас ребята даже могут поменяться, если что, да, и на хелпу друг другу прийти. Ну, и когда... Смотри, 30 секунд уже остается. В конце концов, в Астане Драгонс нужно пушить, тем более, что они в большинстве. Смотри, видит Тушкан, видит, 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 Ашса. И Джонни Кей одного, Джонни Кей второго. Полинг ничего не смог сделать. В общем-то, Тушкан против него. Зи, Бельгиум, в итоге ситуация 3 в 1. Джонни против троих. Вот пытается отстреливать то время. Смотри, сейчас единственная проблема для Джонни это не поставить бомбу в течение 10 секунд. А дальше просто бегать на них круглями. Но, с учетом того, что по хелсбарам у него все было не очень хорошо. Первый раунд за командой Астана Драгонс! Хорошо. Вообще, тут радует, когда собралось такое огромное количество все-таки фанатов этой игры. И, действительно, очень-очень это приятно. Посмотрим, смотри, примерно ту же ситуацию мы наблюдаем. Да, Астана Драгонс не собирается никуда фастом выходить, ничего пушить. Они достаточно просто стоят и ждут, когда же наоборот АО и Эксе начнут атаковать. Хотя АО и Эксе как раз-таки у нас за миротворство играет и они дефят точки. Потому что имеют они довольно-таки агрессивный стиль игры, даже в защите. А вы знаете, что самое интересное? Вообще, Астана Драгонс, они показали, что имеют они очень хорошую защиту. Прострелом просто в голову Джоникия забрал. Вот это нормально. И смотри, уже второй опен фраг во втором раунде опять же отлетает за командой Астана Драгонс. И вот это тоже имеет свою долю какой-то обзначимости. Потому что большинство раундов отлетает именно за той командой, которая сделала безразменный опен фраг. То есть именно вот так вот получается. Но это повторяется первый раунд. То есть сейчас ребята в большинстве, но все равно пока что победишь таких жестких, что прям пойти и рашить нет. Ну так смотри, Астал же, я вот у него сижу еще, он-то уже и помер от прида отлетел. И четыре в четыре, все-таки мало-помало. Окзе выравнивает положение. Пуш встретил здесь своего нет друга. Но, да-да-да, Джонни! Джонни! Полинг! Вот сделали все-таки по минусу. Смотри, Окзе уже в большинстве. Пуш отчаянно пытается стреляться с ЦКФ. Но вот насколько у него это получится, сейчас мы увидим. Потому что все-таки нет, отлетает Атушка на пуш! Полинг один в три остался. Вот смотри, та же ситуация, другие команды, да, в целом. Один-один, друзья! Ну и кстати говоря, Фриз стрелял с последним игроком Ascend Dragons. А Тушкан уже тем временем заходил в спину. Тушкан заходил в спину. Ему просто не дали возможности что-то сделать. Потому что слишком-слишком это все было жестко. Ну ладно, один-один. В общем-то, уже мы на первых парах видим, что игра не будет в одну калитку. Смотри, тут Джонни Кей опять опен враг. Воу-воу, полегче. Вот тут какая-то позиция стояла. А, смотри, он из такой позиции постоянно. Стоял в ЦКФ. И как-то пытался настрелять. И, в общем-то, у него это получилось, вышло. И вот что будет дальше. Ну, в принципе, инфа в целом по нему есть. И... Я думаю, что от этой инфу уже и будет отталкиваться команда Сана Драгонс. А тем временем перестрелки в Винке. Вельгий попытался ворваться. И, в принципе, у него пока это получилось. Прид, тут Джонни пытается принять. В принципе, здесь уже есть по нему инфа. Смотри, что такое. Вельгий ему оставил и в итоге не дают. Не дают. Вельгий ему идти прошивая через ширму. В итоге Джонни пытается дальше давить. Но все-таки не пропускают его никуда. Кстати говоря, ОХС уже в большинстве на одного игрока. Соответственно, они могут спокойно зажать последних игроков. Смотри, врыв новинку. Просто голову поставили Джонни. Точнее, даже снесли ему полностью голову. И ситуация 3 в 3. Вот смотри. И... Вот это вот звено, понимаешь, ОХС. Ну, как с цепи сорвалось. Это именно вот под этот вот плен, да? По которому была. В общем-то, инфа пош. Минус подушкануть. Тем временем отлетает один из самых важных, в общем-то, звений. Джонни Кей размен 2 в 2. Ну, времени, в принципе, еще полно. Поэтому, насколько это обойдет. Еще одного своего оппонента Пуш. Он пытается, конечно же, сбрить. Но у ребятов 2 в 2 как бы еще времени полным-полно. У них, кстати говоря, разменщики-то хорошенькие. Остается 1 в 1. Достает и Вольве. Поста и Пуш! Забрал из кальта своего, в общем-то, оставшегося игрока. Хотя уже все шло к тому, что должен был он проигрывать. Но... Но нет. Основная дракность просто так не сдается. Ребята, вытащили. На самом деле, я вижу просто жесткую мораль у Астана Драгонс. И они хотят победить 100%. Ну, еще бы у них не было аморалию все-таки. За такую кубу. Нет, ты знаешь, AOXL играют на расслабоне. То есть... А вот Астана Драгонс действительно потеют. Действительно потеют. Ну, AOXL просто нужно собраться. Понимаешь? Это вот плохо, когда вроде ты играешь, да, потеешь. А твой соперник на расслабоне. Потому что, когда он соберется, скажем так, да. Ну, то есть реально силами соберется. Вот опять, что мы видим. Размен. ЦКФ. Перетяжка. И вот теперь уже ситуация 4v4. Потому что он все-таки был open, да. Но он тут же как бы разменялся. И поэтому особых это не имеет в общем-то. Граната! Посмотрим. Ну да, ребята Азарь 4v4. И сейчас, кстати говоря, очень сильно, мне кажется, продамажили всех игроков. А, нет. Тебе кажется? Граната! У тебя как фалфары просто перед глазами. Как тебе может казаться? На самом деле, ты знаешь почему, но просто не хочу палиться, так сказать. Так. Ну вот стоят, на самом деле стоят. Драгонс ждут, ждут, ждут. Подходящего момента. Может быть, хотят сыграть как-то от минуса. Вот смотри. Вот в игроках решивно очень играет. Джонни Кей забирает все-таки. Просто находит. Ну и все. И как с цепи срывается, в общем, команда Астана Драгонс. На самом деле, непонятно, почему Джонни Кей настолько не усидчиво. Он решил выйти все-таки из своей повестки. Смотри, как он уже принимает. 2 минуса. 3 минуса от Энка. Великолепная приемка. Один здесь остается просто в панике. Не понимает, что ему делать. И, в общем-то, пытается еще стреляться. Но по 1 в 3 втащить не получается. 2 в 2. Великолепно, друзья. Великолепно. Да, даже сами игроки написали. Да что ж вы все не можете усидеть? Что если вы летите туда? Действительно. Потому что все-таки минус был. И нужно было врываться. То есть игроки там как-то поняли. Но, я не знаю. Может, это ошибка координация была в целом. Ну, я там вот игрок смотрел. Который все-таки агрессивная игра сейчас. Пытается что-то настрелять. Но, пока-пока-пока. Без активности. Подвижный хотя палец на позицию. И теперь уже, да. Снимают. Ну, как раз в Миквилл-то хорошо. То есть его даже не забрали. Хотя он достаточно открыто начал играть. Зи, кстати говоря, делает уже первый минус. Напомню, что счет 2-2. Пока что не в чью калитку. И карта, кстати говоря, мне кажется, все-таки больше миротворческая. Но, вообще, вчера мы обсуждали это с Пандой. Он сказал, что в целом большинство карт, они просто настолько балансные. Но не балансные. Что выделить какую-то конкретную сторону, да. То есть по дефолту сильную. Является какой-то проблемой. Поэтому, в общем-то... Не, ну, знаешь, я смотрю по позициям просто как бы у... Смотри, выход под Джонни, под Фрид. А Фрид, в принципе, делает уже на приемке Винки первый минус по Бельгию. Думаю, в общем-то, вот свои команды. И теперь уже выравнивает ситуацию 4-4. И смотри, опять же, размены никакого не было. И... Дальше... Куда он пошел? Джонни Кейтян для меня минус. Папа Варвазову удался. Пуш, Матушкана прямо два минуса. Тушкан ставит. Воу-воу. Полегче здесь Дин остался. Опять же, пытается стреляться на БТРе. Но у него ничего не выходит. И АОЭкзэ вперед вырываются. Пять раундов у нас уже отыграно. Чет-4 впереди. Смена сторон. Но уже очень даже неплохо ребята разыгрывают. Действительно, Астана Драгон, правда, очень медленно играют. И мне кажется, это как раз-таки большой минус. Потому что они дают АОЭкзэ очень большое пространство для маневренности. То есть они могут занимать все, что хотят. Буквально до чужой респы. Вот смотри, теперь уже... Вот смотри вот на это звено Фрид плюс Джонни. Они в прошлый раз стояли в упоре. А теперь как-то, знаешь, почувствовали то ли свою силу, то ли что-то еще. И теперь уже стоят уж как-то слишком, ты знаешь, как-то уж слишком, с учетом того, что... Осторожничают тебе кажется? Они наоборот, они стоят уж слишком в упоре. Смотри, выход, в принципе, уже под них пошел. Именно под это звено, да. Джонни плюс Фрид. Агрессивно играет Бельгио. Вот и смотри куда зашел Бельгио. Минус дал. Второй минус один. Воу-воу-воу. Вот продавили. Вот о чем я тебе говорю. Решили сыграть в агрессивку. Ничего у них в итоге не вышло. Да? То есть это подавилось на корню. И в итоге минус от Тушкадай, минус от Джонни. Дают все-таки размен. Но опять же оказываются в меньшинстве. И в итоге ситуация один в один. И в итоге ситуация один в один. Это что? Пуш пытается прочекать. Хотя тебя валица. Но насколько у него это получится? Что там того? Смотри, где Н. Находится и видит все-таки своего оппонента. Но ситуация накаляется. И простри... Ты посмотри просто. Но какая просто жесткая сейчас. Да, действительно. Настрелять друг друга. И выход в итоге Пуш! 12 хп Н. 3 хп Пуш. Но каким-то чудом просто Пуш сделал это. И еще добавил в голову. Но красава же. Вот если бы не этот хэдшот на самом деле, я думаю, что закончилось бы печально. Для команды основной Дрэгонс. Но пока, пока, пока. В общем-то идет все в упор просто. И посмотрим, что будет дальше. Открываем опять же большую карту. Вот тут, 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 то. Вот у меня сейчас игрок. Где же он там? Он совсем меня как-то пугает. На самом деле смотри, в какой позиции-то. Да, достаточно интересная. И он сможет тут навалять парочку игроков. Сто процентов. То есть вот так получается. И я думаю, что все-таки, если, если вдруг, если вдруг что-то будет, то... Ну, знаешь, ребята пойдут в атаку, а тут такой сюрприз. Ну, вот тут уже слишком. Ну, а что, куда они могут идти? И смотри, выхода под его не замечают. Но открывается, мне кажется, слишком рано. И в итоге ловит Джонни, все-таки ловит Аш. А второго, Ракидов забирается. И великолепная игра. Великолепная просто от текущих чемпионов мира. Но очень видно, очень-очень не сладко. Человек эти вместе со мной... Ясно. Ну, уже пишет Аш. Граната! То, что нужно. Ну да, в целом ситуация 5-3. Попытка перестрелок. Основные Драгонс пока заканчиваются без особых результатов. Ну, ребята, в меньшинстве. Им нужно сейчас отстрелить хоть кого-то. И потом уже идти на плент, биться 3 на 3. Смотри, Пуш потихоньку, в общем-то, начал этим заниматься. Дал уже один минус. И все. Мы видим, в общем-то, куда пошел врыв. И мы видим, что там только один игрок был. Ну, пока, по крайней мере, смотри, в уравную ситуацию. Пуш. Два минуса делает Пуш при врыве. Боже. Тушкан тут же размен дает. Ну, правда, не по Пушу, а по полингу. Да, то есть Пуш остается, в общем-то, еще живой. И мы видим, что Бельгиум уже поставил бомбу. Я думал, что Бельгиум, минус по эндку. И Тушкан остается один. И теперь уже, я думаю, ему придется еще не просто. Тут Пуш просто на прочеке вышел. Пуш делал в этом раунде 4 минуса. Насколько я помню. И Бельгиум один. И вперед уже вырывается команда с стороны Драгон. Друзья, два раунда. Вот это жесть. Это просто Unreal. Unbelievable. Но Джонни и Фрид на самом деле винные. Доходят как к себе домой. Действительно, как винный магазин просто для... Нет, я имею в виду, что настолько Астана Драгонс не двигаются со своих мест начальных, изначальных. Просто AOXM может бегать где хочет, кроме терраской респы. Как мне кажется. Вот смотри, опять же позиция, но... То есть в прошлый раз, если вот так вот, то в этот раз, в этот раз же они просто наказывают прокидом, боже. И ну да, вот все-таки... Просто беднягу закидали, да. Его просто не простили сейчас. Остались Астана Драгонс. Посмотрим, смогут ли они... Но если бы 2 в 5 смогли, то почему бы и 5 в 4 не смогут. Смотри, открытие под Фридо. Абатаж закончился опять же смертью Фридо. И попытки пересделки с Джонни Кейм. Но мы видим, что у Астана не все хорошо сейчас по ХП. Опять же, у AXL всего лишь 3 игрока. Дощать все точки очень трудно. То есть, соответственно, по одному должно быть на точках минимум. Но вот еще один умирает. Остается у нас Тушкан и Энг. И в принципе надо бы... Дощить Энг. Нет, ну я не думаю, что Бэнг что-то сможет сделать. Потому что оставшись один в 5. В общем, на 5 минусов сделал еще что-то сходить. Дает один. Но теперь уже по нему есть инфа. И его просто разменивают, друзья. 5-3. Да, астана Драгон спотеют. И причем при этом еще выигрывают. Но AXL, я так чувствую, во второй половине начнет по полной программе давить своих оппонентов. И не даст такой вольности, как AXL сейчас. Так, я думаю, что ты полностью прав. Но пока же, пока же. Заход на красную, заход винный. Просто моментально через 10 секунд после начала раунда. Что-нибудь типа этого. Пока откроем большую карту, посмотрим. В общем-то, сейчас Астана Драгон здесь идут верно. А вот про AXL можно сказать, что слишком они играют агрессивно. Их за это просто наказывают. И так на самом деле нельзя. То есть смотри, страта такая у миротворцев. Если пассивно играть. Просто сидишь на своей половине карты, ждешь, ждешь, ждешь. А потом в капкан. Да. А вместо этого пытаются по AXL как-то подаркадить, что-то сделать. И у них из этого самое интересное, что ничего не получается. И смотри. А Астана просто на время играет. То есть фактически... Смотри, они выходят на сплоченную Астану Драгонс. Которые, можно сказать, близко все стоят. Да, по одному со всех сторон. Соответственно, команде отстрелить одного не проблема. А вот одному отстрелить команду. Это большая проблема. Фрид делает уже первый минус по AXL. Соответственно, AXL сможет спокойно сейчас координировать своих тиммейтов. И я думаю, что поведет их в бой. Ну вот пошли уже первые председачки Виннам. У нас минус от Фрида. И дальше, я думаю, он пойдет. Под него просто продолжают открываться. И как-то что-то пытаются, что идет пушь, два минуса, боже. Просто два головажота ставят выравнивать ситуацию. Вот рэп-3. И врыв, в общем-то, уже есть. Но пока, смотри, Тушкан да как заходит хорошо. Из-под широкой просто открывается этот минус по Бельгию. Мы на него дальше. Открывается второй минус от Тушкана. Полинг тем временем размен. Ну и ситуация 1-2. Здесь уже для полинга не самое приятное. Хотя Тушкана все-таки забирает. И один в один остается. Но мы видим, что Полинг. И где Эм? Вот мы видим просто все. Есть два и бомба, что самое интересное. И постал! Охо-хо-хо-хо-хо. Она ему оказывалась. Втаскивать все-таки Полинг. Ну что, 6-3 друзья. Первая половина в пользу команды Ashton Dragons. И, в принципе, это довольно-таки серьезные сподвижки к тому, чтобы продолжить. Я думаю, тащить. Ну и что ж, друзья, у нас смена сторон 6-3. В команде Астане Драгонс нужно взять за защиту 4 раунда. А вот команде Тао Экзен нужно взять все 7. Для того, чтобы как-то втащить. Но я тебе говорю, сейчас будет абсолютно другая игра. Абсолютно не такой стиль, который показывали нам Астана Драгонс. Все будет в противоположную сторону и ждем, когда ребята... Ну что ж. Тут излишние комментарии. Нет, комментарии на самом деле могут быть, потому что смена сторон все-таки. Я имею ввиду то, что творится сейчас около сцены. Просто невероятно, никто не может поверить в то, что команда Астана Драгонс реально все-таки на 3 раунда впереди текущих чемпионов мира. Ну еще не вечер, в любом случае. Ну и смотри, просто насколько будут играть АО Экзен по-другому. Вот в чем вопрос. Ну видим, что стили уже изныне вороженным глазом что поменялись. Это тебе не АО Экзен, которые все занимают, а Астана Драгонс сидят на Леспе. Да, тут видна совершенно иная расстановка. Вот просто совершенно иная. И теперь уже я думаю, что для АО Экзен это скорее, наверное, все-таки плюс, нежели минус. Потому что в такой игре они, я думаю, привыкли. Да, то есть у самих у них есть, в принципе, тактика играть как-то в агрессивку. Но от дефенса, в принципе, когда сами они в атаке, я думаю, они ждут такой вот именно дефенсной игры. И, в принципе, это имеет определенную дальность. Ну да, то есть ты идешь на точку и знаешь, что там точно стоит где-то человек. Все, идешь и убиваешь его. Да, пока переселялка тенка. Тушкан, опенфраг, Фрид. При в рейве просто б-винку делает, минусает. Смотри, вот Фрид отлетает от друг Бельгиума. Ситуация 4 в 2, 4 в 1. Тушкан великолепно забирает. И, в принципе, остается уже Бельгиум в горном одиночестве, которого тут же забирает Джон. Смотри, как жестко и быстро ребята разобрали своих оппонентов. Просто 6-4, друзья. Часть 4, но что, будет ли это камбэк, а то Экзе? Я думаю, да. Тут видно невооруженным глазом, что Остана Драгонс нужен либо очень жесткий деф, сидеть по своей точке, да, и неожиданно для противника выходить. Либо? Либо им нужно чудо. Либо им нужно чудо, да. Вроде того, опять же, откроем, вот увидим, вот, ну знаешь, что мы здесь увидим? Что вот тут игроку слишком как-то подошел, смотри, он враг от Фрида тем временем. И вот этот вот игрок, он просто сейчас, я думаю, станет полной неожиданностью, хотя палит свою позицию. Теперь уже все станет ясно, доставит хороший голова-шот. Видел он еще одного игрока, теперь уже, конечно же, будет его контрить, но... От Бельгиума от Пуша отлетают двое. Энг размен, Бельгиум тем временем продолжает нашивать. Открытие от Джонни, пытается опять же нашить. Ну и что же, ситуация два в два. Сейчас уже Стана Драгонс реально может взять седьмой раунд, если все-таки не будет глупить. Но Джонни забирает полинга, отлетает от Бельгиума. Ситуация один в один. Тем временем бомба-то стоит. И Энг, смотри, какую хорошую позицию занимает, великолепно отыгрывает АВКС. 2-0, счет первой половины и общий счет у нас получается 6-5 уже. Да, именно так, я записываю на всякий случай чита. Я даже не ожидал от тебя такой прытий. Ты знаешь, чтобы потом не путаться, что, где, как. Аж, наконец-то, мы дождались. Мы дождались снайперской винтовки от Ажса. Опять же, о чем я и говорю. Очень круто играет этот игрок с этой снайперкой и просто бегает куда хочет, делает что хочет, убивает кого хочет. Да, вот, просто видит и, вот, ты знаешь, как Дуза Гаргона. Если она кого-то видит, то этот человек просто умирает. Ну, здесь, по сути, та же ситуация. Хотя, не все еще потеряно для команды АО и Экзе. Она, в принципе, это понимает, да. В какой позиции, кстати, будет Тушкан, интересно, там, Бэ Винга, но все-таки наказали его смачным хэдшотом. Перестрел Кенха, тем временем с двойка пытается что-то сделать. Джонни тем временем забирает полинга. Ситуация 4-2, опять же от Бельгиума разбит. 2-2 минус от Бельгиума. Астана Драгон седьмой раунд берет. Вот это, конечно, да. И, в итоге, счет 7-5. Да, именно так. На самом деле, на месте бы Ашза я бы взял себе ник ЧХТИД. Что хочу, то и делаю. Смотри, какая все-таки позиция. Просто, опять же, первый минус от Снайфера. Команды Астана Драгон с полингом с Сенхом делают разменщики. Разменщики в пользу. Причем АО и Эксе, можно сказать, чем больше, чем меньше, точнее, миротворцев, тем меньше игроков на точку, которую они защищают. Соответственно, можно лучше, увереннее зайти втроем на плент. Но вот, смотри, уже поставилась бомба. Ну да, и теперь уже просто нужно играть именно на нее, команде АО и Эксе. Потому что, ну, по-другому просто ничего не выйдет делать. И, в общем-то, с учетом того, что до взрыва бомба остается все меньше и меньше времени. Я думаю, это активное действие. Полинг минус, Фрид тут же. По нему размен ситуация 2 в 2. Палец, в общем-то, пуз на БТР. А мы теперь уже Фрид. Хороший голова-шот. Остается Зи один просто против двоих. Ну и что, у него получится делать? Нет, Энн ставит голова-шот. Вот третий раунд в этой половине за командой АО и Эксе. Итоговый счет 7-6. 7-6. Пока что еще в пользу Астаны Драгонс. Но, похоже, недолго музычка будет играть. И команда АО и Эксе пока докажет, точнее, что она топ-1. Да. По версии Техлапса тоже. Или не докажет? А вдруг нет? Ну, ты видно, понимаешь, что... Ну, третья карта скажет нам все. Да, третья карта, я думаю, нам все, в общем-то, покажет по этому поводу. Ну что, Эннк и... Тушкан. Мы вот видели так. Играли, но вот в какой позиции. Сейчас вот этот игрок на самом деле довольно-таки интересен. Просто... Ну да, где-то мы это уже видели на самом деле. Но другое дело, что у АО и Эксе немного иной стиль игры. Да, то есть теперь... Теперь они как будто Астана Драгонс, они сидят и ждут. Сидят и ждут. Но... Не хотят просто рисковать. Я понимаю, конечно, что тебе хочется увидеть, кто же победит в этой перестрелке. Нет, просто в прошлом раунде, как тебе сказать, решили АО и Эксе сыграть в агрессивку. Они прорасшили план Тай и, в принципе, им это принесло победу. Но теперь... Теперь я не вижу такой же, скажем так, расторопности. Да, прыти от команды АО и Эксе такой же нет, которая была в первых четырех раундах. Ну и смотрим, да. Лучше... Лучше да. Вот так вот просто бой. В итоге открытие под перекресты попадают просто все игроки. Боже, ну нет, смотри, к размене вот просто промахивается аж с повинки. Врыв просто прошел, а в итоге минус от Джонни от Тушкана. Боже, как можно было не принять. Просто Зи стоял, о нем никто не знал инфы. Также отвлекающий маневр был так от АСН Драгонс. И как-то смогли АО и Эксе здесь развести своих противников и вытащить. Но это вообще фурор. 7-7, друзья. Остается три раунда. Каждой команде вред делают. Это же open frack, я так понимаю, на красном. Смотри, это просто раз пошел. Тут просто пуш. Ну, правда, не игрок. Пуш под аплэн. Тут пока серия разменов 2 в 2 выходят. Но сказать однозначно в чью пользу, в общем-то, эти 2 в 2, да. Потому что если посмотреть на Фрида, если посмотреть на Пуш Айзи, то становится все примерно таки ясно. Потому что... Смотри, тут Фрид просто прокидом забирает. В итоге приемка. А три до второго игрока отлетает. ЯО и Эксе выходит вперед на один раунд. 8-7, друзья. 8-7. Кто бы мог подумать, что Астана ведя 7-3 сейчас уже будет проигрывать со счетом 8-7. Ну, не было 7-3 на самом деле. Не, 6-3. Я сказал 6-3. Ну что ж, смотрим. За еще одним раундом опять же минус от Фрида, но просто... На дальней пытаться делать. Смотрите. Пиксель-то нашивают. Ничего себе. Просто очень-очень прудкий игрок. Ну и в принципе, как мне кажется, вот у этого вот игруна есть уже инфа по тому, что происходит. Хотя с учетом того, что, в общем-то, здесь тоже не все гладко. А ты понимаю, решили ребята немножко фейкануть, сделать небольшую разводку и пока она, в общем-то, заканчивается. А вдруг они пойдут все равно до конца? Или вообще уйдут на респу и будут съесть на респе? Ну и в любом случае, выход, в общем-то, от Джонни минус, но вот пинфы по Зи не было до последнего момента десантировался. Ой, Си, что творит! Просто спину забрал Джонни Хея. Ну и остались ребята 3 в 2. Пока что Стандрагон в меньшинстве, но Фрид опять же находится в его соперика. Помню, как остается в последний видимо в его хп и просто Джонни! 9-7, друзья, за командой ОХЗ. Вот теперь я узнаю. Я узнаю чемпионов мира и... Поинт-бланк, поинт-бланк, да! На самом деле там половина АОХС, а вторая половина поинт-бланк. А вот Астану Драгонс, что, никого нет, друзья? Поддержите, все-таки последний раунд, если не проиграют, то это все. Вторая карта. Граната! Вот, красавцы, Астана! Молодцы! Ладно, у нас ребята 5 в 5, 6-1 счет второй половины. Ну и смотрим, пока что за Ашсом. И его снайперка Фрид опять же делает опен-фрага. Два штуки даже, друзья. И если сейчас Астана Драгонс не затачит 3-5 в меньшинстве, то это будет... Да не смотри, пуш все-таки! Ой, хорошо, хорошо сейчас это все на самом деле сделал. Ну и теперь уже следует... Минус по Джонни Кейю, но вот Джонни все-таки как-то сумел там принять. В итоге Тушкан, Зи остается один. Ну и что же, вытащит или не вытащит? Зи последняя надежда своей команды на то, что будут еще раунды. Возможно, овертайм и дальше. Ну и смотрим. Нет, Джонни! И первая карта за команды ОХЗ! И, друзья, у меня попросили упомянуть, что сейчас в зоне Супер Вип раздаются подарки. Для обладателей Супер Вип билета, пожалуй...